Уважаемые друзья, если вы хотите оставить свой след в истории, выпустить мемуары или историю своей семьи, познакомить мир со своими исследованиями, то наше издательство будет радо реализовать этот проект. Наши преимущества — это сильная медийная составляющая и индивидуальный подход каждому автору. Подробности в описании. И опираясь на это, мы можем спокойно поставлять им тоже такое оружие. Мы можем поставлять им такие же беспилотники, с помощью которых они могут бить на такие большие расстояния. Беспилотник-охотник или, скажем, попроще, которые есть у нас, они вполне могут полететь на такое расстояние, на 3-4-5 тысяч километров. Никаких проблем нет. И с боевой частью могут полететь и долбануть. В чем принципиальное отличие вот этих вот систем большой дальности, которые могут быть поставлены тоже всем хуситом? Они могут быть хуситом и, в общем, так, всем этим регулярным формированием в любой точке мира. К тому же они могут быть поставлены странам, которые придерживаются дружественной к нам позиции и антиамериканской позиции во внешней политике. Тоже в Венесуэлу, на Кубу, в Никарагуа можем поставить такое оружие. Есть просто различные маленькие страны с таким, скажем, тот же Нигер может получить такое оружие, Мали может получить такое оружие, может поставить такое оружие. Им для самообороны оно не нужно, а вот для того, чтобы долбать по американцам на расстоянии в 2,5 тысячи километров, вполне. А вот наркокартели? Наркокартели? Ну, вы знаете, наркокартели могут получить такое оружие, мы же не будем их продавать, но если украдут, а украсть могут, знаете, могут захватить пираты, корабль с таким оружием, узнать, что они едут, захватить вместе с аппаратурой управления полетными, подготовки полетных заданий, вместе с офицерами, подготовленными для подготовки этих полетных заданий, ну и так далее. Это все, это технология техническая вещь. Могут они приехать и поучиться у нас тут случайно, ну, всяко бывает там, на каких-нибудь курсах подготовки полетных заданий для крылатых ракет. Вот, например, откроются курсы такие вот в России, приходите поучиться. Вот, они приедут поучиться, за умеренную плату, что называется. Вот, но это все шутки, а, между прочим, это все разные пути есть. Серые схемы вот так, с избытком, чтобы это все можно сделать. Значит, в чем принципиальное отличие вот этих вот дальнобойных ракет от ракет низкотехнологичных? То, что применение этого оружия требует высокой квалификации, специального аппаратуры и специального программного обеспечения, которые, да, и специальных носителей, которые позволяют подготовить вот эти полетные задания. Совершенно четко, что, конечно же, люди, которые будут готовить это, будут люди, наши офицеры, кадровые армии, которые будут, кадровые вооруженные силы, которые будут это готовить. Вот, и мы скрывать это не будем. Если они это делают, то почему мы это можем не сделать? Так что, если это оружие будет, такого рода оружие поставлено вот в эти страны, то Западу будет плохо. Надо иметь в виду, что у американцев около 800 баз по миру. Если мы будем бить по этим базам, то у Пентагона денег не хватит для того, чтобы обеспечить ПВО и ПРО этих баз. Представьте себе, 800 баз, каждую базу обеспечивает серокорстную противовоздушную оборону, которой сейчас они об этом не сильно задумываются. По Дига Гарсия могут ударить, а там база стратегической авиации и угробить там пару бомбардировщиков. Б-52, а может и больше. Никто не мешает запустить подобную ракету по системе противоракетного наблюдения США, например. Ну и, наконец, еще одно вид оружия. Мы вполне можем, когда будем поставить эти беспилотники большого радиуса действия, большого радиуса, в данности боя там 3-4 тысячи километров, то мы этими беспилотниками, действуя от имени вот этих вот организаций, мы можем спокойно бить по системе противоракетного наблюдения и стратегической авиации Соединенных Штатов Америки. До тех пор, пока они не образумятся и не проклятят бить по нашим системам подобного рода незначимые. Вот, собственно, то, о чем может говорил Песков и президент, обращая внимание на, так сказать, это симметричный ответ, в чистом виде симметричный ответ. И обвинить, что это Россия сделала. Нет никаких оснований. Потому что если они обвиняют, что это сделала Россия, мы тут же обвиняем, что это сделали они. Вот низкотехнологичное оружие с избытка можно поставлять в разные иррегулярные формирования и страны, которые хотят избавиться от американского режима влияния, контроля. Высокотехнологичное оружие мы можем тоже поставлять всяким странам, но уже с обеспечением полноценным его применения, в том числе и с участием, так же, как и американцы, другие натовцы на территории Украины готовят полетные задания, так и мы можем готовить эти полетные задания. Кроме систем оружия, которые мы можем поставлять, а это могут быть противокорабельные ракеты, обладающие большим пробивной силой, вот мы можем поставлять ракеты класса Земля-Земля, большого радиуса действия для поражения наземных целей с подготовкой полетных заданий, предоставлением всех необходимых данных для подготовки этих полетных заданий с использованием нашей космической системы связи, системы разведки и наблюдения. Вот и все. Мы все это можем делать. Кто будет это делать? Применять кому? Иррегулярные формирования, они есть, и соответствующие страны. То, что вы смотрите, это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании. Новым пользователям 7 дней бесплатно.